Сериал «Корона» на протяжении нескольких сезонов занимает лидирующие позиции во многих рейтингах. Поговаривают, даже некоторые из Виндзеров пристально следят за драмой, вдохновленной реальными событиями. Сейчас продюсеры Netflix снимают новый сезон. Они, судя по информации журналистов Daily Mail, решили пойти против воли принца Уильяма. Netflix намерен инсценировать громкое интервью принцессы Дианы Панорама с опальным журналистом BBC Мартином Баширом, несмотря на требования принца Уильяма, чтобы интервью было снято с эфира. В 1995 году вышло интервью принцессы Дианы с Мартином Баширом. Тогда этот материал стал очень резонансным для общества, и спустя годы принц Уильям довольно негативно стал относиться к факту использования имени его матери для получения выгоды. Герцог Кембриджский остался недоволен тем, что сериал «Корона» от Netflix хочет воссоздать то самое интервью. К тому же эту идею поддерживал принц Гарри, который даже заключил сделку со стриминговым сервисом. Странно, учитывая того, что другие источники сообщили, что принц Гарри несколько дистанцировался от происходящего. От него не последовало никакой реакции, хотя герцог был в курсе. По сути, Netflix купил молчание принца Гарри в обмен на финансовую поддержку. Несмотря на то, что принц Гарри с гордостью во всех интервью обвиняет СМИ и папарацци в том, что они испортили ему жизнь. Предполагается, что Netflix не пожалел потратить миллионы, чтобы сделать целую серию, посвященную этому интервью. Для пятого сезона сериала «Корона» это станет ключевым моментом. Продюсеры считают эту беседу ключевым событием пятого сезона. По словам сценаристов, именно проблемы в браке с Чарльзом в первую очередь стали для Дианы толчком, который привел к этому интервью, пояснили инсайдеры. Воссоздание этого интервью, пусть даже для художественного фильма, противоречит позиции родственников Дианы. Принц Уильям тогда весьма четко дал понять, что не желает, чтобы в дальнейшем кто-либо спекулировал на этой теме. «Эта программа «Панорама» не имеет легитимности и больше никогда не должна выходить в эфир», — заявил Уильям. Несмотря на требования принца, Netflix не собирается отказываться от показа эпизода, поскольку он является ключевым в истории Дианы, который и будет посвящен пятый сезон шоу. Журналисты ожидают ответных действий со стороны принца Уильяма. Комментарии пользователей в соц. сетях. «Гарри и Меган не будут ничего делать, так как Netflix их кормит. Мне искренне жаль Уильяма, который должен пройти через это снова, но на этот раз, когда Гарри зарабатывает деньги». Гарри, очевидно, не волнует, что Уильям думает обо всем этом, и ему должно быть стыдно самого себя, и держу пари, что Гарри будет держать рот на замке, когда он выйдет. Потому что деньги, говорят, он сказал, что понимает грань между королевской семьей и знаменитостью и никогда не переступит ее. Он сказал, что никогда ничего не сделает против своей семьи. Но он, по сути, продал себя и КС для стримингового сервиса Netflix. Это показывает, каким лицемером на самом деле является Гарри, мне любопытно узнать, что в этом контракте. Netflix никак не мог подумать, что их творческий контент может стоить 100 миллионов. Никто в здравом умении поверит, что это хорошее вложение, учитывая, что они никогда не производили ничего ценного. Ношение скрытых микрофонов на митинге у меня все еще есть титулы, так что имейте дело со мной в Нью-Йорке отдает отчаянием. Netflix держит их за, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, насколько низко пойдут эти два идиота, чтобы выполнить этот контракт.